Руководитель общественного объединения Айдея Лейла Алиева и российские гости посетили памятник великому лидеру перед центром Гейдара Алиева в Гянджи. Почтили его память. Информируя гостей о парковом комплексе Гейдара Алиева, глава исполнительной власти города Эльмар Велиев отметил, что парк – один из наиболее любимых уголков отдыха жителей Гянджи. Здесь сооружены различные развлекательные центры. Лейла Алиева и гости, поднявшись на арку Победы высотой 41 метр, полюбовались парковым комплексом, а затем, пройдя по аллее фонтанов, пришли в центр Гейдара Алиева. На всем протяжении пути Лейла Алиева беседовала с жителями города, фотографировалась с ними на память. Установленные аллеи, елки, Дед Мороз и Снегурочка поприветствовали Лейлу Алиеву, и российских гостей выразили им свои наилучшие пожелания. В амфитеатре на 3000 зрительских мест часто организуются массовые мероприятия и концерты. Лейла Алиева показала гостям чинары, посаженные в свое время великим лидером Гейдаром Алиевым. Вице-президент фонда Гейдара Алиева вместе с российскими гостями посадили новый чинар. Его символически назвали деревом Лермонтова. Гости посмотрели макеты, демонстрировавшиеся на международном фестивале «Девичья башня», ежегодно проводимом в БАПУ при поддержке фонда Гейдара Алиева. Во время знакомства с центром Гейдара Алиева отмечалось, что здесь функционируют разные курсы и кружки. Лейла Алиева приняла участие в открытии ресурсного центра общественного объединения «Айдея», передала коллективу свои добрые пожелания. Сотрудники центра поблагодарили Лейлу Алиеву, инициатора марафона озеленения в Азербайджане. Отмечалось, что осуществляемые ею проекты служат еще большему развитию нашей страны. Избрание Гянджи молодежной столицы Европы в 2016 году – результат внимания и заботы о молодежи в нашей стране. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева вручила подарки членам Гянджинского городского ресурсного центра общественного объединения «Айдея», поддерживающего ее идеи и участвующего в их осуществлении. Ознакомилась с работой кружка «Ковроткачество» в центре. Здесь Лейла Алиева приняла участие в процессе обрезки уже сотканного ковра. Она подарила этот ковер президенту ассоциации наследия Лермонтова Михаилу Лермонтову. В действующем центре музыкальном кружке Лейла Алиева и российские гости понаблюдали за репетициями танцевания группы. В парковом комплексе Гейдара Алиева состоялась встреча с представителями городской общественности, участвующими в марафоне «Озеленение», который осуществляется в нашей стране по инициативе общественного объединения «Айдея». На этой территории предусмотрено посадить 50 тысяч деревьев. Глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев отметил, что на сегодня высажено 40 тысяч деревьев, а в рамках марафона «Озеленение» в этот день будет посажено еще 10 тысяч. Вице-президент фонда Гейдара Алиева, руководитель общественного объединения «Айдея» Лейла Алиева и гости приняли участие в посадке ханского чинара. Состоялась встреча с жителями в ханском саду – любимом месте отдыха гянджинцев. Рассказав о результатах марафона «Озеленение» в Гянже, жители поблагодарили инициатора этого дела Лейлу Алиеву. Лейла Алиева и российские гости посетили мавзолей гениального азербайджанского поэта Низаме Гянджави. Гостям рассказали о поэте-мыслителе, выдающейся личностях из 150 стран, участвующих в его юбилейных мероприятиях.